В этом видео я хочу провести очередной обзор очередной колоды Bicycle, которая мне очень понравилась понравилась своим необычным дизайном я говорю вам про колоду Bicycle White & Silver то есть Bicycle белый и серебряный отдельное спасибо хочу сказать пользователю Фанни Киви, который выиграл эту колоду по итогам конкурса лучшего комментатора за апрель месяц и он любезно согласился, чтобы я сделал обзор на его колоду сейчас я покажу, что у нас внутри этой колоды после чего запакую ее и отправлю победителю ну что ж, друзья, давайте перейдем и посмотрим поближе эту замечательную колоду ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что это за колода у нас такая Bicycle White & Silver и рассмотрим одну очень-очень прикольную особенность этой колоды ну, до нее мы дойдем итак, давайте начнем, как обычно, с коробки что у нас изображено на коробке? на коробке мы видим надпись, классическую надпись Bicycle классическое изображение пиковой масти с женщиной, которая держит оливковую ветвь и меч то есть, как я недавно узнал, это вроде как второе изображение статуи свободы надпись Playing Cards и надпись, то есть переводится как Игральные карты и надпись Игральные карты продублирована на французском языке далее, цвета коробки у нас черный, белый и серебряный тот самый Silver, серебряный цвет далее, сбоку у нас надпись Air Cush and Finish ну, то есть, это знаменитое покрытие байсикловское то же самое продублировано на французском ну, здесь у нас надписи о самой компании идут здесь у нас надпись Made in USA изображение мастей пик то есть, произведено в Соединенных Штатах и эта же надпись на французском языке продублирована далее, с этой стороны у нас идет вот такая вот изображение карты, полукарты такой и полурубашки, то есть, здесь мы видим как на самом деле выглядят наши карты а они выглядят именно так в этой колоде в этой колоде красных цветов вы не встретите вообще и вот так вот выглядит изображение нашей рубашечки то есть, белый и серебряный здесь карты сами также белые и серебряные собственно, поэтому название White and Silver ну, и на рубашечке такая вот черненькая окантовка есть то есть, как бы, изображение на этой колоде само по себе такое вот классическое то есть, как на байсиклах стандардах все то же самое, только различие по цветам ну, и отсутствует надпись Trusted Science 1885 ну, это все ерунда несущественная так, давайте откроем нашу коробчонку так, а, да, еще забыл вот это показать ну, здесь надпись Standard Face то есть, классические лица ну, не совсем классические и также здесь эта надпись на французском языке продублирована так, прежде чем открывать эту коробку я хочу вам показать как у нас выглядят классические изображения карт ну, к примеру, возьмем давайте так вот наобум три первые попавшиеся карты то есть, все помнят, да, изображения классические то есть, это вот такие вот и расцветки точно такие же вот это именно классика сейчас давайте посмотрим как у нас картинки прорисованы именно вот в White and Silver ну, на открывашке, как обычно, у нас надпись которая гласит о том, что все, что здесь нарисовано изображено, написано является торговыми марками Bicycle точнее, не Bicycle, а компания, которая производит эти карты и так, открываем нашу коробочку коробка у нас внутри белая и давайте посмотрим, что у нас есть с первым делом это у нас рекламные карты то есть, здесь вот просто Bicycle пишет всякие свои предложения ну, я это ничего не перевозил как-то неинтересно ну, какие-то предложения то есть, одна колода по цене там такой-то ссылки на сайты и так далее ну, здесь условия скидок и код который вы можете использовать чтобы получить вот эти вот скидки так так, так, так это у нас первая рекламная карта где у нас вторая? вторая, вот она у нас прилипла вторая рекламная карта здесь тоже Bicycle Games то есть, Bicycle показывает какие у него есть игры ну, как правило все это завязано с картами ну, и здесь вот какие-то небольшие правила пожелания удачи возраст игроков указан и так далее, и так далее, и так далее ну, и призыв посетить их веб-сайт BicycleCards.com теперь давайте посмотрим поближе на рубашку наших карт вот таким вот образом выглядит рубашка так, давайте посмотрим вспомним, какая рубашка у нас вообще на Bicycle считается классикой то есть, это рубашечка вот такого вот синего цвета здесь все то же самое изображение продублировано то есть, те же самые ангелочки те же самые велосипеды те же самые ангелочки по углам как и здесь в общем, все то же самое но только расцветка другая если здесь у нас синяя расцветка ну, или красная бывает на стандартах то на Bicycle White & Silver только белая и только серебряная и черная окантовочка вот такое вот отличие именно вот так вот выглядят рубашки в этой колоде то есть, вот такая вот красавица колода у нас Bicycle White & Silver ну что ж, теперь давайте посмотрим на Джокеров и на пикового туза Джокеры и пиковый туз точно такие же как и в байсиклах стандартах то есть, ничего, никаких отличий здесь нету та же самая надпись Bicycle номер серии 808 пиковая мазь с изображением статуй свободы которая держит оливковую ветвь и меч надпись United States Playing Card Company сделан в USA и так далее вот такой вот пиковый туз Джокеры Джокеры стандартные как и в байсиклах стандартах то есть, короли которые едут на велосипеде за мясом здесь такие вот камешки с надписью серии 808 выполнены они в черно-белых цветах ну и один Джокер, как обычно, гарантийный то есть, где надпись гласит что если вы нашли производственный дефект на какой-либо карте и этот дефект мешает нормальной игре то верните эту карту и пикового туза по адресу и мы вам заменим колоду вот такие вот Джокеры вот Джокеры и пиковые тузы как правило, они различаются от колоди к колоди то есть, если брать какие-то дизайнерские карты то там Джокеры и Тузпик как правило, отличаются в этой же колоде наоборот здесь Джокеры и Тузпик как раз одинаковые, как в стандартах но вот сами изображения сами изображения лиц они другие да, кстати, хочу заметить немножечко по-другому выполнены сами цифры к примеру, вот возьмем тройка, четверка, пятерка давайте возьмем классическое изображение найдем черную тройку ну, к примеру давайте пиковую все-таки найдем вот она то есть, обратите внимание тройка в байсиклах White and Silver выполнена немножечко по-другому вообще все цифры прописаны немножечко как-то другим шрифтом то есть, это вот на скулах, если посмотреть стандартное изображение то здесь оно такое вот чуть-чуть измененное все видят, я думаю и это так вот на каждой карте то есть, они чуть-чуть таким вот другим шрифтом прописаны а вот теперь начинается самое интересное в чем главная отличительная особенность этих карт отличительная особенность этих карт в том, что здесь картинки вот валеты, допустим там дамы, короли они не зеркалят друг друга как, например, вот здесь в стандартных изображениях классических здесь они выполнены таким вот образом то есть, изображение одна сторона зеркальной стороны нету и это изображение полностью на всю карту и цвета такие вот все белые, черные серебряные ну и такие чуть-чуть притемненные, серебристые тоже хотя, сами изображения такие же классические как и на тех картах то есть, вот так вот у нас выглядит валет пик вот так вот у нас выглядит дама пик вот так вот выглядит у нас король пик как я вам уже говорил красных цветов вы здесь не увидите то есть, бубновый туз у нас такой вот уже серебристый то есть, красный цвет здесь также заменен на серебряный то есть, двойка также тройка четверка пятерка шестерка семерка то есть, если, например сравнить со стандартными то это будет выглядеть вот так вот восьмерка девятка десятка вот таким вот образом выглядит валет то есть, расцветки такие же white and silver то есть, белый и серебряный черные ну и есть такие темно-серебристые еще такие цвета сами изображения карт точно такие же то есть, они лица все сами фигуры те же просто они увеличены такие вот до большого размера они друг друга не зеркалят такая вот у нас дама такой вот у нас король вот такой вот король крести дама крести валет если присмотреться да, вот возьмем классического вальта и вальта здешнего то есть, все то же самое лицо то же самое фигуры тоже те же самые раскраски полоски все те же самые ну черные карты также остались черными здесь никаких изменений кроме как на рубахах вот вам к примеру король черви давайте возьмем червового короля то есть то же самое изображение то же самое лицо также меч вот здесь вот сбоку у нас да здесь вот меч здесь также у него меч ну единственно что вот здесь вот червовые масти такие вот дорисованы здесь этого нету то же самое с дамой то есть то же самое те же самые лица только все это увеличено ну и также здесь червовые масти у нее дорисованы чего здесь нету вот такой вот у нас валет черви ну и также дальше все карты у нас идут по номиналу все красные карты у нас серебряного цвета красного цвета здесь уже нет вот такая вот прикольная колода друзья мои очень уж она мне понравилась когда я просматривал карты для победителей посмотрел ее дизайн думаю надо такую взять подарить ну что же друзья на связи с вами был Куликов Сергей он же моряк я думаю данный обзор колоды вам понравился если вы решите купить себе то ссылки на покупку этой колоды ищите также в описании видео ну что ж на связи с вами был Куликов Сергей и до следующих встреч пока